Составление частотных словарьевского языка началось в 50-е годы прошлого века. Люди-то делали, вы себе представляете, картотека, никаких компьютеров еще не было. Это вообще довольно непростое физическое занятие, потому что первые частоты словарьевского языка, первые, составленные Гаррием Джосефсоном в Детройте в 1953 году, он был сделан на основе миллиона словаформ и текстов. То есть он прочитал текстом длиной миллион слов, вы себе представляете, каждое слово надо занести на соответствующую карточку, отметить, что оно в нем было, если у вас, например, имеется алфавитная картотека, дальше, что оно было в тексте, потом в конце посчитать отметки на карточках, это невероятно длинная трудоемкая работа. Но потом появляется, первый советский словарь 60-е годы появился, это словарь Эверштейнфельд, он был изнан в Таллине в 1903 году на материале 400 тысяч слов из газеты «Пионерская правда». Ну, с одной стороны, словарь «Штейнфельд» был предназначен для того, чтобы эстонским школьникам учить русскому языку, поэтому газета «Пионерская правда», наверное, хорошо. С другой стороны, считать текст из газеты «Пионерская правда» представителями русского языка вообще, ну, довольно сомнительно, да, ничего лучше в тот момент не было, да, так что это вот пригодилось с ним пользоваться. Собственно говоря, вот тот текст, который я вам предъявлял с заменами слов, он составлен на основе словаря «Штейнфельд». Да, вот видите, не попало там слово «кенгуру» в первые 3,5 тысячи, ну, значит, не попало. Потом появляется частотный словарь под редакцией «За ссори» в 1977 году. Там уже имеется компьютерная обработка, да, уже считали не вручную. И самый сейчас актуальный словарь, который я вам всячески рекомендую, словарь Ольги Решевски и Сергея Шарова, вы по этой фамилии, он был очень легко, его найдете в интернете. Он хорош тем, что этот словарь доступен для скачивания, вы можете просто скачать Excel-шку табличку, в которой содержится порядка 50 тысяч русских слов с их частотами по национальному корпусу русского языка. Национальный корпус русского языка – это большое собрание русских текстов, там сейчас примерно 280 миллионов слов, когда они составляли свой словарь, это было в конце нулевых годов, там было примерно 90 миллионов словов Ольги, и вот по ним составлен этот вот словарь. Ну, давайте я напишу начало частотного словаря Ольги Решевской Шарова. Выпишу из него 10 слов, в вашей помощи. Попробуйте поугадывать, какие русские слова сходят в том 10 по частотности. Какой? Сейчас самое частотное. Самое частотное? Да. Какое предлагаете? Делать. Делать. Нет, в. В предлагаете. Второе место. Я. 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 Пятое место. Иметь. Иметь. Да. Ты и да говорят. Ты нет, да, нет. Что? Что? Девятое место. Любить. Любить. Да. Да? Ну, слово да. Слово какое? Да. Да, нет. Есть. Есть, нет. 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 Нет? Да. Слово нет, нет. Есть похожее на это слово? Нет. 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 Слово не третье. Самое частотное это какое? Сейчас. Сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас нет. Самое частотное русское слово. Коротенькое. Одна. Дни. И. Правильно. Самое частотное русское слово слово «И». На четвертом месте предлог какой-то. Какой? Ну. Союзного нет. Не могу указать. Над. Почти. Под. Нам. Нам. Правильно. И. В. Не. На. Я. Дальше. На шестом месте «Быть». На седьмом месте «Он». Дальше «С». Что. И дальше «Он». Вот такие вот топ-10 слов по частотному слову «Лешевский шаров». Сейчас я к этим словам припишу еще кое-что. А именно припишу, собственно говоря, частоты. Вот я их округлю до целых чисел. Знаменатель какой? Какой знаменатель? Корпусные частоты языковые обычно измеряются в единицах, которые называются IPM instances per million. Хождение на миллион. То есть бывают проценты на сотни, бывают промилле на тысячу, бывают, но вот нет нормального такого же латинизированного слова, поэтому говорят IPM в английском. Игрейским сервером пользуются. То есть вхождение на миллион слов. Это означает, что слово IPM встречается 35802 раза на миллион слов. То есть если мы возьмем какой-нибудь наш с вами, стеркный мною только что с доски, частотный словарь «Пушка». Если помните, там частотный словарь не «Пушка», там было слово «вас», которое встретилось пять раз. Если известно, что всего в этом тексте 50 слов, то какова частотность слова «вас» на миллион? Один десятый. Сто тысяч. Если бы у нас был миллионный корпус такого объема, такого текста, то сколько бы в нем было слово «вас»? Один девять до двести тысяч. Ага, в нем было бы слово «вас», в среднем в нем сто тысяч раз. Да, смотрите, вот у нас было пять из пятидесяти. Да, это сколько из миллионов? То есть пять из пятидесяти равно х из миллиона, но, соответственно, это одну десятую всего текста занимает слово «вас», здесь вот будет одна десятая была бы сто тысяч. Слово «вас», если бы мы добавили в этот словарь, выставило бы на самое первое место, если бы мы авертировали столько на стеркотворение «Пушка». Ну, то есть, проще говоря, как нам почитать схождение слова на миллион? Нам надо сделать очень простой вещь. Мы имеем абсолютную частоту некоторого корпуса. Да, значит, мы можем говорить. Слово у нас встретилось... Абсолютная частота у него сколько-нибудь, и мы имеем объем корпуса. Давайте я назову его «n». Если мы поделим объем, если мы поделим абсолютно все слова на объем корпус, то мы получим долю нуля на единиц. Ну, вот, например, здесь мы поделили пять на пятьдесят, получили одну десятую. Дальше эту долю мы просто берем и обнажаем на миллион. Ну, это почему делается? Делается это по одной простой причине. Потому что вот здесь вот этого, в принципе, можно было бы не делать. Хотя уже тоже довольно сложно. Если я захочу записать вот эти вот значения в формате долей между нулером и единицей, то у меня получится там 0, 0, 35, 802. Ну, прочитать это число уже требует некоторых усилий. Да, 35, 802 миллиона, это как-то так сходы не сообразит. Особенно это верно, если у вас нулей становится больше, если у вас имеется какое-нибудь слово, которое встречается с частотой типа. Ну, вот, такие числа уже как-то начинающих научить насчитать в нули. Пока еще поймем вот эти стотысячные доли. Да, поэтому, видите, надо обратить на миллион, тогда вот это вот число превратится во что? Если на миллион, я там тоже. В 70. Да, это тогда 70 вхождение миллиона. Ну, вот, а слово И встречается с частотой 35 тысяч, 35 тысяч, 36 тысяч вхождение миллиона. Да, и тогда у нас устраивается такой вот частот пославы. Ну, заметьте, мы не видим свежие вещи сразу. Мы видим, что вверху у нас довольно большие разрывы. То есть дальше этот разрыв становится меньше. Ну, а здесь этот разрыв как-то 5-4,5 тысяч, а здесь там разрыв вообще 13 тысяч. Дальше, но это постепенно это все идет. Все меньше, меньше, меньше. И в принципе у нас с вами чем дальше будет идти по списку, тем меньше будет становиться разрыв. Ну, это вполне ожидаемо. И, вообще говоря, в некотором смысле довольно интересно и сложно для фактической обработки текста. Чему? Сейчас увидите. Еще одна интересная вещь, которую я могу вам предложить здесь под наблюдать. Вот смотрите. Вот видите вот эти вот частоты. Вот эти вот частоты, вхождение на миллион, в 10 слов. Представьте себе, что вы иностранец, который выучил 10 русских слов. А именно вот эти. Вот вы выучили 10 слов по-русски. И дальше вам предъявляют текст на русском языке. В тексте, текст, например, состоит из 200 слов, 1000 слов. Тоже вам предъявили текст на русском языке. Вы иностранец, освоивший 10 слов. Вопрос. Какая доля слов этого текста будет вам знакома? Да, но вы выучили 10 слов. Давайте просуммируем через 120 слов. Давайте примерно просуммируем. Значит, 36 тысяч плюс 31 тысяча, уже 67 тысяч. Плюс 18, 85 тысяч, плюс еще 16. 101 тысяча, плюс еще 12, 114 тысяч, плюс еще 12, 126 тысяч. Плюс еще 12, 138 тысяч, плюс еще 11, 139 тысяч, плюс еще 8, 157 тысяч, плюс еще 8, 165 тысяч. То есть вы, за это вот слова, покрывали 165 тысяч слов из миллиона слов в русском тексте. То есть, смотрите, вы выучили 10 слов. И теперь вам в произвольном языке в русском тексте должно быть знакомо сколько процентов слов? 16. 16, да, то есть примерно 16,5 процентов слов в русском тексте приводится вот на эти вот 10 слов. Что, вообще говоря, довольно удивительный результат. Если вы выучите, например, еще слов 10, то у вас 16 процентов дойдут до 20 тысяч. А нескольких тысяч слов вам хватит на то, чтобы покрыть 90 процентов русского текста. Да, это разная оценка в зависимости от того, что посчитает, начальные формы или конкретные формы, которые встретились в тексте. Но вот получается, что, вообще говоря, для того, чтобы более или менее понимать текст на естественном языке, много слов знать не надо, надо знать высоко частотные слова.